МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым заместителем Людмилой Шапар проверили соблюдение масочного режима не только в торговых точках города. Еженедельный рост заболевших коронавирусной инфекцией сегодня провела проверку соблюдения масочного режима разных объектов. Посетили парикмахерскую и увидели ненадлежащее соблюдение требований Роспотребнадзора. В ходе рейда выяснилось, что не все сотрудники учреждений к новым условиям соблюдения профилактических мер в пандемии подошли ответственно. Сотрудники торговых точек неправильно соблюдают масочный режим, неправильно носят средства индивидуальной защиты. Больше всего огорчают посетители, которые игнорируют средства индивидуальной защиты и умышленно отказываются от ношения масок. Я хочу всех жителей призвать к тому, что маска – это единственное средство защиты, которое может уберечь от заражения в период пандемии. И среди покупателей нашлись люди без медицинских масок, даже несмотря на то, что маски лежали в свободном доступе при входе в здание. Они их надевали только после общения с проверяющими лицами. К сожалению, нерадивых продавцов последние проверки по соблюдению масочного режима имели непредупредительный характер. Рейды осуществлялись с составлением административных протоколов. Сотрудникам торговых точек хочу предупредить, что любые контрольные надзорные органы, которые могут внезапно прийти к вам по поводу проверки масочного режима, всегда эти проверки заканчиваются большими штрафными санкциями. Совсем недавно две торговые точки были оштрафованы на 300 тысяч и на 500. Поэтому для того, чтобы уберечь свой бюджет и прежде всего защитить свое здоровье, я призываю сотрудников торговых точек и жителей к ношению масок. Это единственное средство уберечь себя в местах общественного пользования. Также были проверены торговые объекты на соблюдение мер безопасности, на наличие средств для обработки рук, а также разметки, на соблюдение социальной дистанции. К сожалению, гробые нарушения в соблюдении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции выявлены в образовательных организациях города. Хочу сказать, что в завершение сегодняшнего рейда посетила образовательная организация. Что касается дошкольных учреждений, то родители приучены ношению масок, и сотрудники дошкольного учреждения предъявляют требования к тому, чтобы родители без надобности, без необходимости посещали групповые комнаты. Детей принимают на улице, детей выдают на улице. Ну, а сотрудникам дошкольных учреждений рекомендовано было заменить масочки, поскольку не все выдерживают двухчасовое ношение масок. И очень нехорошее впечатление осталось об учреждении дополнительного образования истоки на улице Крыжановского, поскольку родители, учитывая, что на улице холодно, я так думаю, умышленно остаются внутри здания и в очень стесненных условиях сидят и ждут окончания занятий. Это способствует к тому, что каждый из этих родителей подвергает себя, своих близких возможности заражения этой страшной инфекцией. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, среди детей и подростков резко возросло число зараженных коронавирусом. Школы и сады уходят на карантин. Чтобы ограничить распространение инфекции, госпитализации все больше, а реанимации в детских отделениях заполнены. Поэтому, ну никак не стоит рисковать здоровьем своих близких и родных, особенно здоровьем детей. Носите маску, соблюдайте дистанцию, мойте чаще руки и обязательно сделайте прививку.